Слушайте, люди! В городе Кашине в лето 7524-е от сотворения мира собрались люди кашу варить. Поставили самый большой котел водоизмещением в 1300 литров и сварили 320 килограммов гречневой каши. Для этого было затрачено более 800 литров воды. В городе Кашине был сварен в одном объеме самый большой котел в России гречневой каши с заявкой на всемирный рекорд Кейдеса. Мы рады с вами совместными усилиями поднять и принять конфиксированный рекорд. Рекорд! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Уважаемые гости, я думаю, вы прекрасно понимаете, что любое дело имеет свое начало. И начало нашему фестивалю положено людьми, которые готовы были включиться организационно, материально, информационно к нашему процессу. Поэтому я рад пригласить сюда председателя фонда национального фонда древнерусской ведической культуры Сваров Андрея Рудольфовича Шахова. Прошу, встречайте! Дорогие друзья, я очень рад приветствовать всех собравшихся здесь, потому что мы на самом деле все присутствуем при важном знаменательном событии, потому что такие вот, казалось бы, интересные находки, они на самом деле создают имидж нашей страны. И здесь наши друзья, когда обратились к нам в СДИ, чтобы мы финансово поддержали эту идею, мы рассмотрели и увидели, что действительно это очень важное начинание. И побольше бы таких начинаний было бы на местах в России. И тогда наша страна засверкала бы своими изумрудами, своими идеями. Потому что наша страна уникальна, у нее огромный потенциал. И поэтому нужно всемирно поддерживать творческие начинания, ведущие снизу. Таким образом, мы, объединив усилия, имеем результат. И это самое главное. И сегодня этот результат мы всех отведаем. Я приглашаю к самому большому в России котлу заслуженного работника МВД, полковника полиции, президента фонда поддержки ветеранов МВД ФСБ России, Мусана Тургуновича Пайзеева. Сегодня день города. Это уникальный день, когда можно друг другу сказать добрые, теплые слова. И сегодня, друзья, от имени МВД Российской Федерации, от нашего замминистра, я хочу поблагодарить за нашу истинную, добрую и правильную позицию в этой жизни. Вашего руководителя, главу администрации района Николая Емельяновича Саяна. Прошу вас. Все, мило, Емельянович. Здесь есть добрые, почетные, красивые слова, но я их не буду сейчас озвучивать. Я просто хочу сказать, что большой истинный поклон вам. Вы делаете праздник для нас, для всех россиянов, и мы гордимся. Сегодня погода не должна стать помехой. Сегодня мы дружны, и поэтому друг друга поздравляем с удачей и добрыми новостями. Я хочу вам пожелать самое главное – добра, радости и удачи. Как можно больше любить себя и свои семьи. Удачи, благополучия всем. Спасибо. Вот эта вот идея, она витала в воздухе, на самом деле. Была проведена определенная работа, но на самом деле мы очень переживали, насколько нам это удастся. Но сегодня, рано утром, мы эту кашу заварили, и она у нас получилась. Замахнулись на рекорд Гинульца, и я уверена, что это у нас получилось, чему мы очень рады. Ну и та погода, которая сегодня, я думаю, что она к достанцу, к радости, к счастью нашего района. Ну и она стала не помехой, что кашу мы сварили, как вы задумали. Но рекорд мы установили. Рекорд мы установили. Людей очень много, люди все радостные, доброжелательные. А вот эта каша – это вообще просто чудо. Надо же такое придумать, такой котел огромной каши. И увидели, мне даже удалось помешать эту кашу. То есть теперь все депутаты Государственной Думы будут знать о каше. Да, все, точно. Фонд «Сварок» организовал работу мастеров, и есть выставка. На самом деле это замечательно, когда вот такие праздники районные, и они проходят не просто как праздники, чтобы покушать и попить, а вот именно что различные выставки. Вот такими праздниками мы прививаем любовь детей к своему краю. Депутаты Государственной Думы поддерживают установление рекорда Гиннесса. Конечно, конечно. И вы его как бы подтвердите. Однозначно, обязательно. Спасибо большое. Я как министр могу подтвердить, что рекорд был установлен. Тем более, что мне даже дали несколько минут покашеварить вокруг этого замечательного котла. И сегодня мы вместе с депутатом Государственной Думы Максимовой видим результаты нашего труда. Вот мы поучаствовали в этом большом рекорде, чему я очень счастлив. Одним из организаторов вашего праздника является фонд «Сварок», который помог вам в организации. И плюс фонд в Доме культуры оставляет, ну, организовал выставку с художником-сургиястом и оставляет ее здесь в городе почти на два месяца. Как вам вот такое начинание? Мы с большим удовольствием восприняли эту инициативу. И думаю, что и выставка, ну, безусловно, конечно, участие в оказании помощи в организации данного мероприятия – это, безусловно, благое дело. Ну, а касаясь выставки, мы ее обязательно посетим, посмотрим и очень внимательно, скажем так, выразим свое отношение. Потому что искусство – это понятие очень широкое. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Но, значит, мы считаем так, наша позиция, в частности, руководство, моя, что нужно воспринимать, принимать все, что создано человечеством за все предыдущие годы. Хорошо это или плохо, практика, критерии истины, он все расставит на свои места. Но то, что искусство – это прекрасное, это всегда прекрасное, значит, и у нас прекрасное отношение. Спасибо. Здесь у вас, во-первых, обстановка домашняя, вот ходили, у вас хоровод, песни пели частушки, как там сказать, женщины. Дети, вот у меня двое вручек, они вот даже на повзор экскурсии не поехали, наш автобус ушел, а мы, они пошли делать обереги, третий оберег делают. А каши – это просто вообще замечательно, у нас здесь дедушка, он все каши перепробовал. А что ты здесь делаешь на празднике каши? Я выступаю в нем. Ты артист? Да, я танцую. Прекрасно. А кашу ты попробовала? Да. А вот в мастер-классе какой-нибудь поучаствовала? Нет, в чем. Ну, будешь. Ну и как тебе ощущения на празднике каши? Нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова